привет сегодня у нас будет интересная тема тесты связанные с кладкой tooltips и здесь мы рассмотрим некоторые некоторые методы работы с наведением мыши на элементы и немножечко поработаем с вкладкой soros возможно это будут такие банальные типичные варианты работы с этими элементами и возможно с ними знакомы но если нет то это отлично такой хороший пример как можно работать с action change как использовать методы move to elements и как можно останавливать работу java скрипта для того чтобы получать некоторые элементы которые появляются динамически на странице вот начнем по порядку то есть первое что что в принципе здесь нам необходимо нам нужно как вы видите везде указано с ховер me to see то есть на виде на меня чтобы увидеть и то есть при наведении при ховере у нас появляется некое такое сообщение you have hovered over the button или you have hovered over the next field далее contrary и некий секция вот то есть мы будем на все эти четыре элемента наводить брать у них текст и и сравнивать чтобы текст который здесь на сайте ну соответственно то есть условно мы берем так как у нас нет ни документации не требования мы условно берем за эталонное поведение это вот то что у нас есть на сайте то есть изначально у нас как бы считаем что страница работает верно ну начнем постепенно я уже набросал некий костяк для теста ну как обычно кто знаком с моими видео то есть я всегда мы создаем класс который будем тестировать в page потом локатор и сам тест вот здесь ничего сложного если вы первый раз то посмотрите видео сначала я имею плейлист с видео про лог посмотрите что вообще это такое что я показываю кто я такой и так далее вот ну конечно по традиции рекомендую и прошу писать комментарии можете подписаться на телеграм-канал и телеграм-чат все ссылки есть в описании и в описании канала и в описании видео под видео там мы можем пообщаться также поставьте лайки чтобы я видел что вам это интересно и если вы не подписаны то подпишитесь мне тоже это очень важно вот ну мы начнем и так самое первое что нам нужно конечно же это определить локаторы потому что именно с ними мы будем работать будем идти по очереди то есть у нас кнопка field и две так называемые ссылки которые никуда не ведут но они у нас являются такими активными активный текст вот мы начнем с кнопки здесь пока ничего сложного как классический вариант того как мы можем брать локатор то есть это батон его айди но я не буду особо изощряться с названиями здесь у нас просто батон затем поле input то есть это это input некое поле затем контроли но ответить у нас ссылка типа как и так ну и будет у нас на линк контроли пусть будет так определить моего будем через x pass x pass у нас будет как будет следующим образом выглядеть так вот мы вот здесь берем текст контроли и давайте сразу посмотрим ладно сейчас скопируем пока это разделим потому что между ними у нас будут еще разные локаторы которые помогут нам взять текст ховера так далее контроли и ну вот видите нас написано comes from section и название секции поэтому я назову этот локатор как секция проверим что у нас находится в единственном экземпляре что очень важно тоже x pass так теперь теперь нам нужно получать вот это вот поле смотрите какая ситуация то есть я хочу выбрать вот это поле ну будущем то есть зачем мне нужно я буду проверять но делать метод который позволит нам его брать и мне нужно будет указывать чтобы это поле было видно и только после того как его будет видно мы будем брать отсюда текст соответственно как можно поступить то есть я вот здесь вот обратить внимание вот сюда смотрите я навожу у меня появляется атрибут area described by described by и там соответственно локатор его я могу просто типа запомнить как он написан потом вот здесь вот его прописать ну даже уже здесь как не получится таким образом проверить просто на поверю давтулсу на слово и буду использовать то что здесь появляется но это недостаточно корректно будет корректно как поступить то есть мы открываем вкладочку соорус у нас есть возможность сделать паузу то есть пауз скрипт экзекьюшен я нажимаю здесь и у меня как бы затормаживается все то есть строительство останавливается вот но я же я не могу сделать таким вот образом то есть я навел потом нажал на паузу она ведь пропал вот поэтому здесь есть разные горячие клавиши как вы видите там рядом написано в подсказке что это f8 либо контур слэш я буду на f8 нажимать то есть я вот так вот зашел именно на вкладку соорус навел на какой-то элемент динамический либо там кликнул что-то мне нужно сделать и нажимаю на f8 мне останавливается все и я могу сделать и найти этот элемент то есть вот видите мне не пропадает я таким образом беру шубата и у меня появляется вот этот вот локатор казалось бы то же самое то есть у нас есть баттон айди но мне нужно будет проверить чтобы именно этот атрибут появился то есть я буду как бы искать эту кнопку по этому атрибуту то есть я не смогу найти эту кнопку пока этот атрибут не появится и поэтому в этом случае то есть ну благодаря нашим там экспресса кондишен там мы сможем дождаться наше появление нашего элемента ну и соответственно таким образом я здесь дальше напишу пусть будет вот так то то же самое будет у нас поле то же самое у нас будет контролей линк и секс и ту же самую операцию я то то есть он там зажимаю соус опять опять выбираю нажимаю 5 8 вот у нас здесь появляется теперь здесь текст филд полкип текст филд только надо ну и затем принципе я думаю понятно мы делаем тоже самую процедуру со всеми элементами чтобы проверить какой у нас как называется у нас здесь каждый этот локатор вот ну так просто мы все это сделали и еще что необходимо это сам текст чтобы получить сам конкретный текст мы выбираем уже на ховер получаем что это вот класс ту тип inner давайте проверим в каком количестве находится на странице в данный момент данный момент мы видим что он в единичном количестве ну в единичном потому что ховер появляется только во время наведения соответственно у нас всегда будет один ховер поэтому я буду использовать класс но переменную там где у нас будет локатор хранится я конечно же назову во множественном числе потому что это касается всех тут типсов и на полный все для того чтобы нам сделать наши тесты больше ничего в принципе не нужно то есть нас все готово поэтому мы переходим на вкладку page вот и теперь можно что нам данном случае сделать первое метод какой я планирую написать это будет метод который позволит нам брать текст из этого из этих типсов то есть чтобы не писать ну как бы не писать много одинакового кода я просто немножко разделю это будет немного то есть нас будет два метода один метод он будет брать текст из сообщения ховера второй метод будет проверять чтобы текст соответствовал но фактически он будет как бы просто текст этот забирать после каждого наведения это можно разделить на методы то есть по отношению каждому ховеру опять-таки можно сделать словарь вот но метод не получается громоздким благодаря тому что мы сделаем вот этот метод поэтому в общем оставлю в общем будет так как вы сейчас увидите и мне нужно здесь два аргумента который будет один будет ховер элемент а второй будет в это элемент то есть ховер элемент это будет элемент которому нам нужно сделать ховер а точнее навести на которые на которые нам нужно вести мышку в этот элемент это нам самого ховер надо дождаться то вот о чем я говорил вот сама вот эту чтобы атрибут этот появился в том или ином локаторы вот поэтому здесь я незамысловато напишу что это у нас будет элемент обычный здесь мы будем из present то есть там уже чтобы элемент был просто виден на странице и это будет ховер элемент ну смысле не на странице а в дом элементе а потом как раз таки мы используем action change я не помню писал лет этот вспомогательный action change action change action move to элемент здесь у а здесь нам необходим только соответственно элемент и у нас здесь есть отличный метод вот move to элемент и я его здесь использую как раз то есть это нам позволяет не кликать а просто навести мышь просто мы и дима у дима у димил олд афин элемент то есть переместить мы мышку но курсор мыши на середину элемента который мы укажем ну либо можно да там сделать там по интеракшен муфту ну какой смысл если у нас уже есть хороший подходящий элемент в общем он у нас готов и как раз таки тут ты пишем что self action муфту элемент указываем элемент а далее на мы будем уже получать текст из ховера то есть tool тип текст self элемент из visible потому что нам нужно чтобы этот текст появился потому что именно неважно не просто наличие его на странице а смысл просто смысл в том чтобы он именно появился чтобы мы его увидели то есть если мы его не увидим но он будет на странице это будет багом потому что как мы видим на сайте важно чтобы появлялся элемент видимым образом вот self locators и у нас здесь есть tool тип инерс они так у нас одинаковые но появляется все равно всегда в одном экземпляре поэтому можно это можно это использовать и делаем текст ну конечно можно было проще можно было сделать просто return и все вот это вот вот это вот просто здесь там текст написать и просто вот это выражение все сразу вернуть но для того чтобы было максимально понятно я решил таким образом немножечко метод сделать поподробней чтобы он был более понятен в следующий раз когда мы к нему вернемся и обязательно что я здесь не учел то есть нас в этот элемент чушь в этих то ну смысл такой что если мы сделаем экшен муфту элемент возможно джаваскрипт не сразу отработать не мгновенно ну для нашего взгляда человеческого мы вот так наводим и казалось бы мгновенно появляется вот появился вот появился кажется мгновенно но веб драйвер работает еще быстрее чем мы можем это понять но осознать поэтому необходимо именно дождаться иначе если мы не сделаем возможности как бы ожидание вот этого атрибута появления ховера то тест будет заваливаться скорее всего то есть это не всегда стабиль вот self элемент из visible и потому что там чтобы он видим был wait элемент все здесь у нас готово для того все для того чтобы получить текст нашего tooltips нашего ховера и теперь здесь как раз уже пишем что у нас check tooltips и тут нам ничего не нужно кроме как просто вызывать все вот эти элементы вызывать этот нет просто мы сделаем сейчас tooltips text button затем tooltips text field затем если вы хотите быстро например ну я и на может быть что тут не знаете как пайчарми например быстро нам сделать копирование строки то мы просто ставим курсор в конце или перед строкой и нажимаем сочетание control d либо если у вас мак по моему command d потому что комната он отвечает за control так далее здесь у нас есть и хотя я вот иногда не пользуюсь этим там забываю и делаю сюда вот этот control c control v что в принципе здесь нет в этом необходимости и section и section и просто здесь мы вызываем наш tooltips и первое что нам нужно это нужен локатор который будет нашим ховером то есть то что нам куда нужно навести ой случайно то есть нам нужно навести здесь на button а дождаться нам нужно какого элемента дождаться нам нужно button tooltip чтобы появился ну и все вот и все проблемы решены а ну еще можно вот так вот сделать смотрите у меня если вы зажимаете alt и нажимаете курсором в какую-то точку зажимая alt у нас сразу несколько курсоров я могу сразу три строки условно добавить но могу и больше добавить естественно если я их там много везде вот эти вот курсоры расставлю можно даже в одной строке сразу несколько курсоров делать и все там будет так вот удаляться вот ну так легкое отступление ну и теперь что нам требуется нам просто требуется это все вернуть tooltip button tooltip field tooltip contrary tooltip section все как бы тест в этом смысле готов я просто для демонстрации сейчас удалю вот этот wait посмотрим может быть он сработает без него вот а здесь нам просто что нам здесь необходимо мы просто пишем button text field text текст count contrary text и section text и вызываем tooltips page вызываем наш чек так так ну все это принтанем то есть сколько у меня там будет 1 2 3 4 и text field text control text section ну что с богом давайте запустим наш тест вот видите что получилось почему это произошло я подозреваю все дело в том что мы должны нет я говорю глупо сейчас потому что мы просто забыли я забыл пометить локаторы вы опять все заметили вы молодцы очень внимательно я каждый раз удивляюсь тому как вы замечаете вот эти вот мелочи на которые я не обратил внимание пошел дальше у вас же все отлично получается это отличный замечательная черта тестировщика и наверное любого человека который связан с подробной работой в ну в любой сфере в IT в том числе вот вы молодцы так ну еще раз запустим ну как можно заметить у нас все в принципе сделалось единственное может быть я что-то тексту так у нас видите первые два поля правильно третья тоже правильно а четвертое не удалось ну возможно появление ожидания элемента у нас нам поможет так какая-то ошибка что-то видимо недописал понял в чем дело я же сделал здесь баттоном я должен быть импут блин ну да тупо ну ну видите какой момент получается что я указав вейт определил ошибку в коде хотя до этого как бы она не проявлялась тоже еще один хороший показатель а здесь то нам нужно делать вот так вот вот так вот и еще раз запустим посмотрим ну вот мы видим что у нас все получилось все собралось вот все в принципе тесты здесь готовы теперь я сделаем проверки ну и укажем наши проверки то есть текст чтобы он был равен вот тому что я сейчас пишу а далее и негатив вот то есть хор миссинг то есть или они некорректный контент еще раз проверим чтобы все у нас прошло как следует вот все отлично теперь мы все записываем спасибо что были со мной мы сегодня отлично поработали а теперь пришло время привести свои мысли в порядок выпить чай кофе и обязательно возвращаться на